Здравствуйте, уважаемые слушатели! Сегодня я проведу для вас урок по теме матрицы, виды и свойства матриц. Я учитель математики Назарваев интеллектуальной школы физико-математического направления города Ак-Тубе Аймжанова Агилаша Дегановна. Какие же цели стоят перед нами сегодня на уроке? Это формирование базовых знаний в области фундаментального раздела математики линейной алгебры, а также развитие способностей к самоконтролю и рефлексии. Ожидаемые результаты. После данного урока вы, ребята, сможете иметь представление, что матрица – это простая компактная форма записи информации, сможете составлять матрицу по данным условиям, находить любой элемент матрицы, а также различать виды матриц – прямоугольную, квадратную, диагональную, треугольную, единичную, нулевую, матрицу строку и матрицу столбец. Посмотрите, пожалуйста, на данный слайд, и вы видите основные понятия на трех языках – русском, казахском и английском. Когда мы говорим слово «матрица», какие ассоциации вызывает у вас это слово? Подумайте, в парах друг другу можете это рассказать. Итак, термин «матрица» имеет много значений. Например, в математике матрица называется «система элементов, имеющая вид прямоугольной таблицы». В программировании матрица – это двумерный массив. В электронике – это набор проводников, которые можно замкнуть в точках их пересечений. Покерные фишки имеют также непосредственное отношение к матрице. Фишки для покера изготавливаются из высококачественного композиционного материала, зачастую с металлической сердцевиной. В свою очередь, композит имеет матрицу и включенные в нее армирующие элементы. Матрицу применяют и фотографии. Это интегральная микросхема, которая состоит из фотодиодов – светочувствительных элементов. Благодаря светочувствительной матрице происходит преобразование спроецированного на нее оптического изображения в электрический сигнал аналогового типа. А при наличии в составе матрицы АЦП, то преобразование происходит в поток цифровых данных. Матрица – это основной элемент цифровых фотоаппаратов, всех современных видео- и телекамер, фотокамер, встроенных в мобильный телефон и системы видеонаблюдения. Но все-таки основное значение матрицы имеет в математике. В современной науке и технике математические методы исследования, моделирования и проектирования играют все большую роль. Это обусловлено совершенствованием вычислительной техники, благодаря которой существенно расширяется возможность успешного применения математики при решении конкретных задач. Линейная алгебра – это раздел высшей математики, который широко используется в теории вероятности и математической статистике, в экономике, в исследовании операций, в квантовой физике, в шифровании сообщений в интернете и в других областях. Для решения многих задач в различных областях используют матрицы. Например, мы уже сказали, что понятие матрицы и основанный на нем раздел математики матричная алгебра имеет чрезвычайно важное значение для экономистов. Объясняется это тем, что значительная часть математических моделей, экономических объектов, процессов записывается в достаточно простой, а главное – компактной матричной форме. Давайте поговорим об истории возникновения матриц. Первые упоминания о матрицах дошли до нас еще из древнего Китая, а также из работ древних арабских математиков. В те давние времена матрицы называли волшебными квадратами и уже тогда стали зарождаться правила сложения двух и более матриц. Уже некоторое время спустя выдающийся математик Габриэль Крамер опубликовал свое известное правило Крамера. Приблизительно в этот же период появился не менее популярный метод Гаусса. Введение термина матрица – это заслуга Джеймса Сильвестра в 1850 году. Я уже сказала о том, что матрицы широко применяются в экономике. Ну, например, посмотрите на данную таблицу, которая представляет собой средние розничные цены на автомобили в зависимости от срока их службы в условных единицах. Предложенную таблицу можно записать в компактной форме в виде матрицы. Посмотрите как. Здесь содержательное значение каждого показателя определяется его местом матрицы. Например, число 1825 по второй строке третьего столбца представляет собой цену прослужившего два года автомобиля в 2007 году. Итак, что же такое матрица? Матрица размера M на N называется прямоугольная таблица чисел, функций или алгебраических выражений. Числа M и N определяют размер матрицы. Обозначают матрицу прописными латинскими буквами A, B, C и т.д. Давайте выполним задание и посмотрим, как же вы усвоили понятие матрицы. Выберите из предложенных примеров матрицу. Какой ответ? Правильный ответ A. Числа, функции или алгебраические выражения, составляющие матрицу, называются ее элементами. Для обозначения матрицы используются круглые квадратные скобки или сдвоенные черточки. В записи в общем виде элементы матрицы обозначаются одной буквой с двумя индексами, первый из которых указывает номер строки, а второй номер столбца. Например, A и G, где I номер строка, G номер столбца. Мы с вами будем рассматривать только числовые матрицы. Итак, числовой матрицей размера M на N называется прямоугольная таблица, состоящая из чисел. Например, данная матрица размером 3 на 3, имеет 3 строки, 3 столбца, состоит из чисел. Общий вид матрицы размера M на N. Следующий. Например, матрица A, 5,1, 4,1, 2,8, 2,1, 4,8, 5,1, это матрица размера 3 на 2, имеет 3 строки, 2 столбца. Итак, давайте выполним следующее задание. В предприятии выпускают ежесуточно 4 вида изделий, основные производственные и экономические показатели которых приведены в следующей таблице. В первой колонке вид изделия, количество изделий, расход сырья в килограмм на изделие, нормы времени изготовления, час на изделие и цена изделия в денежных единицах на изделие. Что мы видим? В данной таблице мы видим, что первый вид изделия в количестве 20 штук, расход сырья был 5 килограмм на одно изделие, норма изготовления времени была 10 часов на одно изделие и цена изделия в денежных единицах 30 денежных единиц. Выполните следующее задание и проверьте друг друга. Запишите данные таблицы в виде матрицы, объясните, что показывает элемент А3.3. Посмотрите на ответ, вот эта матрица, которую вы должны были составить, и такой ответ вы должны были дать на второй вопрос. Элемент А3.3 равен 15, он показывает, что за один час было изготовлено 15 изделий номер 3. Замечательно. Следующее задание. Определите размер матрицы. Итак, матрица В размера 1 на 3, матрица С размера 2 на 2, матрица А будет размером 4 на 4 и матрица Д размером М на Н. Получилось? Хорошо. Итак, задание 3. Назовите элементы матрицы А. Элементы следующие. А1.1, А3.3, А2.3, А4.2. Поработайте в парах, проверьте друг друга. Давайте сверимся с ответом. Итак, элемент А1 это число 1, элемент А2.3 это число 6, элемент А4.2 это 0, элемент А3.3 это число 8. Итак, какие же две матрицы называются равными? Две матрицы А и В одного размера называются равными, если они совпадают поэлементно. То есть, элемент А и GТ равен элементу B и GТ для любых И и G. Например, перед вами две матрицы А и В. Они совпадают поэлементно, то есть они будут называться равными. Какие же виды матриц существуют и изучаются в курсе линейной алгебры? Итак, матрица называется прямоугольной, если количество ее строк не совпадает с количеством столбцов. То есть, как вы поняли, M не равно N. Например, матрица B это прямоугольная матрица размера 2 на 3, а матрица А это прямоугольная матрица размера 2 на 4. Вы видите, что здесь количество строк и количество столбцов не совпадают. Поэтому данные матрицы называются прямоугольными. Матрица будет называться квадратной N-го порядка, если количество ее строк совпадает с количеством столбцов. То есть, M равно N. Перед вами матрица С, квадратная матрица 3-го порядка, и матрица D, квадратная матрица 2-го порядка. Здесь количество строк и количество столбцов совпадает. Рассмотрим квадратную матрицу n-ого порядка. Ее элементы А1-1, А2-2, А3-3 и так далее АНН образуют главную диагональ, а элементы АН1, АН-1-2 и так далее А1Н составляют побочную или, говорят, вспомогательную диагональ. Например, в данной матрице А элементами главной диагонали являются числа 2, 5, минус 3, а элементами побочной диагонали числа 0, 5, 0. Выполним следующее задание. Укажите, пожалуйста, элементы главной диагонали для матрицы А и элементы побочной диагонали для матрицы В. Итак, давайте сведемся. Элементы главной диагонали для матрицы А. Правильно, это 1, 6, 5. Элементы побочной диагонали для матрицы В. Это числа минус 3 и 1, 2. Итак, квадратная матрица будет называться диагональной, если все ее элементы, расположенные вне главной диагонали, равны нулю. Составьте, пожалуйста, ребята, диагональную матрицу третьего порядка. Проверьте друг у друга, что у вас получилось. Например, я составила вот такую матрицу. Диагональная матрица. Вы видите, что кроме элементов главной диагонали, все остальные элементы нули. Это будет диагональная матрица. Итак, если у диагональной матрицы n-го порядка все диагональные элементы равны единице, то матрица будет называться единичной и обозначается буквой е. Пожалуйста, составьте диагональную матрицу второго порядка и четвертого порядка. Что у вас получилось? Первая матрица 1-0-0-1, это будет диагональная матрица второго порядка. Вторая матрица, вы видите, это диагональная матрица четвертого порядка. Как вы видите, по элементам главной диагонали есть у вас только единицы. Остальные все элементы являются нули. Итак, ребята, как вы думаете, как же будет называться матрица, если все ее элементы равны нулю? Как вы уже догадались, она будет называться нулевой. Попробуйте дать друг другу определение нулевой матрицы. Итак, матрица любого размера называется нулевой или нуль матрицей, если все ее элементы равны нулю. Например, вот эта матрица будет размером m на n, и она будет называться нулевой, потому что, как вы видите, все ее элементы равны нулю. Квадратная матрица будет называться треугольной, если все ее элементы, расположенные по одну сторону от главной диагонали, равны нулю. Матрица А, например, это будет верхняя треугольная матрица, а матрица В – нижняя треугольная матрица. Как вы видите, все элементы, расположенные по одну сторону от главной диагонали, равны нулю. Укажите, пожалуйста, ребята, вид данных матриц Выберите нужную букву Итак Матрица А будет называться Квадратной матрицей третьего порядка Матрица В будет называться Также квадратной матрицей какой? Верхней треугольной матрицей, да? И матрица АН, как будет называться? Диагональной матрицей Матрица, состоящая из одной строки, называется матрицей или вектором строкой А из одного толпца матрицей с толпцом Например, матрица А размером 1 на Н, это матрица строка Матрица В размером М на единицу, это матрица столбец Следующее задание выполнить такое Составьте, пожалуйста, матрицу столбец или матрицу строку Что у вас получилось? Давайте посмотрим Проверьте друг у друга Например, вы могли создать следующую матрицу Это будет у вас матрица Столбец А это матрица строка У вас, конечно, могут быть другие числа Итак Поработайте, пожалуйста, в парах И давайте посмотрим, что же сегодня мы изучили Ответьте друг другу на данные вопросы Что называется прямоугольной матрицей? Какая матрица называется квадратной? Какую диагональ квадратной матрицы называют главной? Какая матрица называется единичной? Какая матрица называется диагональной? Какая матрица называется верхней треугольной матрицей? И какая матрица называется нулевой матрицей? Приведите друг другу примеры данных видов матриц Как я уже говорила В информатике используются одномерные и двумерные массивы Например, ниже приведен пример ввода одномерного массива на языке Паскаль То есть вы видите, как широко используются матрицы, например, в программировании Посмотрите, пожалуйста, и давайте отрефлексируем Что же мы с вами сегодня изучили И какие пословицы на данном слайде подходят для вас Сегодня выберите, пожалуйста Следующий слайд – это ваше домашнее задание Выучите, пожалуйста, глоссарий Выучите определение Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!